Зачем завидовать? Давай радоваться за других. Все хотят знать английский, но его не любят. Я ненавидела английский всю свою жизнь. У тебя был прям такой буллинг в школе. Ты думаешь, ты крутая, ты думаешь, ты богатая, ты думаешь, ты поедешь куда-то в твое место на колхозе. А что дает тебе не сломиться, а идти дальше? Я просто везучая, на самом деле. Были какие-то необычные, нестандартные поездки. Меня упаковывают в наручники, веревка вокруг меня. Жесть. Приковывает к стулу и в допросную. Я не могла нормально сидеть, у меня глаза, у меня слёзы шли. Я вот просто сижу, у меня слёзы. И я не случайно заговорила на английском, потому что у нас сегодня в гостях крутой эксперт по английскому. Встречайте, Энджи! Энджи, привет! Помнишь, знаешь, на телевидении были такие Энджи, эйуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Я говорю NG, они такие, а без понтов А по паспорту, а настоящее имя Меня зовут NG Это полное имя по паспорту Вау, расскажи вообще, откуда ты? Я из маленькой-маленькой деревни в Чувашии Но это деревня татарская Я татарская, а у татар вот такие необычные имена Прикольно, прикольно, что ты так сделала На английские манеры тебе подходят с твоим блогом С твоим амплуатом, так скажем Давай сразу первый вопрос Как выучить английский язык? Хороший вопрос What you say? Ну, во-первых, я его ненавидела Я ненавидела английский всю свою жизнь Не думала, что я буду с ним связана Как выучить английский? Общаться, много говорить Просто, просто тупо брать и говорить, говорить вслух Когда мы говорим вслух, язык привыкает просто говорить И тогда снимается барьер, и уже в жизни общаться легче Ты рассказала, что ты ненавидела английский язык Как такое возможно? Сейчас я без шуток учу фразы через твой инстаграм Я вижу, как ты общаешься То есть это настолько даже не просто знаешь какой-то английский А это настолько разговорный, легкий И ты так круто, легко говоришь Как ты прошла от ненавижу английский Мне кажется, это проблема всех Все хотят знать английский, но его не любят До того, чтобы выучить Я всю жизнь с трех лет мечтала стать хореографом Я мечтала танцевать О большой сцене Я мечтала, что я буду на потанцовке у Джастина Бивера На секундочку И так получилось, что после девятого класса Я поступила на хореографа в училище Я получила очень жесткую травму Мне после этого запретили танцевать Я не могла ходить полгода вообще То есть у меня лежачее состояние было И тогда я в середине одиннадцатого класса Я вернулась в школу В середине одиннадцатого класса я сижу и думаю На кого поступить? И мне мой классный руководитель говорит Давай по моим стопам Учителем английского и немецкого Я говорю, я английский знаю на уровне Мазер, фазер Вот это даже хиши Я ничего не знала Я всю жизнь ненавидела английский Я его чисто вот сторонилась На последней парте сидела Вот так вот А тут стать учительным английского Я и учитель, типа, что такое И я послушала её И за полгода подготовилась к сдаче экзамена Я сдала экзамены Хорошо, я никуда не ходила Я сидела дома, не гуляла Просто училась Сдала английский И поступила в университет на учителя английского И в университете я знала письменную грамматику Писать умела, грамматику знала А разговаривать не могла И я, получается, в университете Мне говорят, только нужно говорить по-английски Только по-английски И я смотрю, все говорят по-английски Я ничего не понимаю Они что-то там рассказывают И что делать? Я спрашиваю у парня рядышком Я говорю, откуда ты знаешь эти слова английского? Он говорит, ну я играл в компьютерные игры И выучил Я такая сижу, господи, какая я тупая И я сидела, учила сама Смотрела, как грамматику можно легче понять Я повторяла вслух Я включала видео За песнями повторяла И вот так постепенно выучила А потом практика-практика То есть секрет все-таки в дисциплине? Просто регулярно сиди, читай, общайся, обучайся Тут, наверное, грамотный преподаватель нужен Который как раз-таки поведет И второе — это дисциплина Даже самый тупой человек Может за год Очень хорошо выучить английский Даже за полгода может хорошо потянуть Если есть дисциплина Даже если это супер тупой человек С низким IQ Кстати, друзья, расскажите Знаете ли вы английский? И сколько у вас было попыток его выучить? И со скольки лет вы его учили? Вот лично я учила язык с трёх лет Я его не знаю Но на уровне, знаешь, заказать кофе Пообщаться, как дела Вырванными такими фразами Меня понимают Но меня мама отдала в три года В детский садик Где у меня были английские преподаватели Но я не выучила Потому что, знаешь, это было всё урывками И это был вот такой английский Который, знаешь, школьный Consist of Together because Great Britain is capital Поняла, да? А вот чтобы общаться Всё-таки нужно Уже какой-то современный, наверное, преподаватель Или что? Какие фишки? Во-первых, грамматику Много где объяснят умными словами Это в три Совершенное время Вместо вот этого вот Действия и так далее Это так умно Я сама не понимаю Ну я, например, тормоз в этом плане Но я не пойму Не объясните Вот очень простым языком Я пойму И моё видение Нужно всё объяснять Реально очень лёгким образом Чтобы даже ребёнок понял И тогда будет легче Понять Грамматика в английском Суперлёгкая И английский выучить На самом деле легко Но мы из этого Так усложняем Всё усложняет Что, я не знаю Мы очень запариваемся Насчёт ошибок Вот мы делаем ошибки Такие, блин Я не могу разговаривать А сами американцы Говорят с ошибками Все говорят с ошибками Они не She doesn't like Везде ошибки И они не парятся И у нас учителя Заставляют нас париться Вот и всё Кстати, у тебя есть школа английского Мы можем от тебя Подарить какой-то подарок За лучшие комментарии Ах, ты зараза Смотри, ты об этом не предупреждала Конечно, можно Потому что, смотри Ты мотивируешь знать английский Это открывает путешествия Там свидания с иностранцами Работа Вот нас смотрят Я сегодня, кстати, хочу разучить С тобой несколько слов Мы поговорим, безусловно О том, как расти Развиваться О твоей жизни Но хочу ещё какую-то пользу Дополнительную дать Давай за лучший комментарий Ты выберешь И что ты подаришь За лучший комментарий Что я подарю? Может быть, это какой-то Есть интенсив Может быть, какие-то Два урока Пробных в твоей школе Или что-то такое Я могу подарить пакеты Из восьми занятий Со учителем Из моей команды Я буду сама участвовать Да То есть восемь занятий Это круто Это офигенно Это просто Инкредибл Инкредибл Ну, я щедрая душа Поэтому, если кому-то Хочется прям выучить Но нет возможности Просто я за Друзья, обязательно Ставьте лайки этому видео Комментируйте И Энджи В течение одной недели После выпуска Обязательно выберет И подарит Целый курс Получается, один месяц Занятий на английском языке Просто комментируйте И получайте Потому что у нас Топовый подкаст Топовые гости И топовые подарки Да Смотри, у тебя блок Пятьсот тысяч Но у тебя нету Каких-то, знаешь Сверхъестественных Видеороликов Да, как сейчас Снимают видеокамеры Какие-то образы Макияжи Сложная съёмка Сложный монтаж У тебя всё просто Как тебе удалось Набрать пятьсот тысяч И стать таким Популярным Амбассадором Английского языка Я не планировала Я не думала Не планировала Становиться блогером Не думала Что у меня Что-то из этого получится Я просто В своё время Решила Отлечься Мне эмоционально Было тяжело Отлечься И выставлять видео Я начала выставлять Видео на английском И я за год Практически Набрала Пятьсот тысяч Подписчиков В чём ты думаешь Секрет Вот если Твою историю Например Дублицировать На новых ребятах Которые тоже хотят блог Вот как ты думаешь В чём вот эта стратегия В простоте Когда мы не запариваемся И снимаем И выставляем всё То есть Я не ставлю Везде свет Хороший Локации И так далее Я просто телефон беру Вот так ставлю И снимаю Вот как есть Если я снимаю Видео с людьми Я никогда их заранее Не готовлю Будет вот такой ответ Нужно подготовиться Вот с таксистами Например Я просто снимаю И они что говорят То и говорят Вот И я потом это всё Сама редактирую Быстренько Субтитры ставлю И выставляю То есть Никто Ни к чему Ни к чему не готов Плюс Свои идеи Свои какие-то идеи Оригинальные фишки Очень многие Друг друга копируют Да Можно скопировать Что-то взять Но сделать это всё По-своему Вот это важно Наверное Что-то своё И очень любят Люди эмоции Я поняла Это совершенно случайно Когда я снимала Видео И меня подружка Похвалила на видео Я так засмущалась Я как бы не ожидала И это зашло На 4,5 миллиона просмотров И оказывается Люди любят эмоции И не стесняться Их показывать Они как робот Вот такой вот Я учитель Строгая И так далее Подкасты Это новый Лёгкий И трендовый Жанр интервью Он позволяет Больше раскрываться Как личности И быть в контакте Всё больше Со своей аудиторией Если ты понимаешь Что ты хочешь Подкасты Хочешь больше проявляться Тебе есть что рассказать Обязательно пиши мне В инстаграм Хочу подкаст И я расскажу тебе условия Ссылка в описании Ты, кстати, очень открытая И вот эмоциональная Я бы даже, может быть, сказала Что менталитет У тебя больше похож Такой на западный Знаешь Как иностранцы Потому что вот Выходцы из СССР Да, можно так сказать СНГ, да Наша Они такие Более закрытые Более сдержанные Даже в кафе Когда мы приходим Не потому что Мы не хотим общаться Просто у нас нет Таких там Как у иностранцев Они Hi guys How are you Знаешь Мы пришли с мужем Мы хотим, блин, поесть Отстаньте от нас Не спрашивайте Как там вам еда А американцы Они пока идут Уже со всеми Смол толк Там сделали Поговорили Улыбнули Сделали комплименты И вот у тебя Мне кажется Такой менталитет Больше уже западный Ты очень открытая Общительная Вот Повлиял ли английский язык Или ты сама такая? Я сама, наверное, Очень эмоциональная И это иногда мешает Моей жизни Потому что я эмоциональная Не только в позитивном плане Но и в негативном Если я злюсь Всем я должна испортить настроение Всем должно быть плохо Если я раздражена То же самое Если я радуюсь Я всем дарю радость Просто я эмоциональная Плюс У меня российский Все-таки менталитет Но я люблю общаться Я люблю новых Интересных людей Поэтому Даже если мне страшно Начинать заговаривать С кем-то Потому что я интроверт Все-таки немного Я все равно такая Же Ты что, тряпка? Возьми себя в руки Иди знакомься Были ли у тебя Свидания с иностранцами? Да, конечно Как вот они проходят? Как они отличаются От русскоязычных? Потому что ты не всегда Одно дело Это просто общение Другое дело Когда это романтическое Знаешь, какая-то нотка Потому что ты на русском языке Не всегда можешь выразить То, что ты хочешь И какие-то там Чувства и шутки А как это происходит На английском? У меня были свидания С разными людьми Могу рассказать Про англоговорящих Ну, то есть Про американцев Свидания Про европейцев И про корейцев Давай С азиатами Кого из них Для всех? Ну, каждого по чуть-чуть Вот чем они отличаются? Кто самый щедрый? Кто самый классный? Хорошо Американцы Самые раскрепощенные Вот реально Для них, например Ну, просто всё легко И с американцами интересно Что некоторые американцы Вполне Ну, вот с ними нужно быть уверенными И яркими Высказывать всё, что вы думаете Вот тогда их это и привлекает Скромность излишняя Им, наоборот, не очень нравится Но нужно быть осторожным Потому что сейчас Американцы парни Современные Они очень симпатичные Да, ухоженные Но они У них сейчас культура такая Равноправие То есть разделить чеки Сам за себя заплатить Вот такое Никто тебе дверь не откроет Потому что равноправие И вот такое может быть Тут нужно быть осторожным Европейцы Более сдержанные И более ценят скромность Ну, а вот женственность Потому что в Европе, например Женственных девушек очень мало Очень мало Поэтому они считают Даже самую Как бы Некрасивую, но ухоженную девушку Эталоном, красотой Потому что они женственные У них прям энергия такая идёт Самые щедрые Это, наверное Арабы Я с ними на свидание Не ходила, честно Но когда я жила в Таиланде У меня несколько раз Случались такие истории Что я иду в магазин что-нибудь купить Подходит араб И говорит Я уже твои покупки оплатил Можешь ещё что-нибудь выбрать И я говорю Извините, но если что-то вы от меня хотите Я против То есть я не согласна Он говорит Ничего не нужно Я просто хочу Тебе сделать приятное И могли мои покупки оплатить Вон, говорит Кельвин Кляй Хочешь что-нибудь? Я могла вот так вот стопку Вешала взять С одеждой моего размера Просто нести И мне могли оплатить Почему ты так не сделала? А я сделала Типа я сделала Я об этом даже в сторис рассказывала Потому что типа У меня взрыв мозга Как так? Корейцы Это было два месяца назад Я была в Корее И у меня был эксперимент Сходить на пять свиданий с корейцами В итоге я сходила только на три Потому что мне изначально говорили Корейцы воспринимают нас Как лёгкие Лёгкое развлечение Что мы очень лёгкие Легко нас Соблазнить Я такая Окей, проверим Я такая Полетела в Корею Открывая интернет Стандарты красоты в Корее И там написано Светлые волосы Голубые глаза Очень узкое лицо Светлая кожа Худенькие Вот такое всё И я такая понимаю Я полная противоположность Красоты У этих корейцев Блин Как я на свидание буду ходить Ну ладно Захожу в Тиндер И да Реально Многие парни воспринимают меня Как лёгкую добычу И Многие такие Сначала Hi Привет И второе I want you Я хочу тебя Какие наглые Вообще Я говорю I want you too Я тоже тебя хочу Он такой Приезжай ко мне Я говорю Нет, ты приезжай ко мне Я давала Левый адрес Другого отеля И отправляла их туда Потому что Нихера себе обнаглели То есть арабы Покупают тебе Подарки Шмотки И всё Ничего не надо А эти сразу такие Хотят в постель Прыгнуть Да, да, да Я их отправляла Причём они не самые Привлекательные Мне кажется Не самые там Сексуальные Корейцы Они очень красивые Да Я люблю Я люблю Азиатскую внешность В принципе Азиатский тип Внешности И в девушках И в парнях Это казахи Китайцы Корейцы Ну японцы так Но вообще в целом Вот Оно Я сходила с другими Тремя И это был Интересный опыт Потому что Один из них Сначала такой Приезжай вот На эту станцию Мы там сходим В ресторан Я говорю Ну может он Как бы без денег Ну ладно Я сама приеду Но я приехала На такси Он повёл меня В ресторанчик В подвале Какой-то японский Я сижу Я понимаю Что мне невкусно Мне не нравится Я говорю Слушай Я не наелась Мы можем куда-нибудь В другое место пойти Он такой Хорошо Или я ему понравилась Или что Но он повёл меня В самый пафосный Бар В Корее Версачи бар И там всё было Из Версачи Диваны из Версачи Подушки Занавески Всё в Версачи И он оказался Там VIP гостем И оказался Он очень-очень-очень Обеспеченным мужчиной А повёл сначала В подвал Я не знаю В чём это связано Не знаю Может это проверка была Я не знаю Оказалось Он один из главных Адвокатов В империи Самсунг Как я поняла У него два телефона Самсунг И все камеры заклеены Я говорю Ты что Шпион? Он такой Да нет Я говорю Просто в Самсунге Работаю Чтобы мы ничего Не фотографировали У нас вот стикеры Клеят Если мы не клеим Тогда нам специальные Программы устанавливают Чтобы мы не снимали Вот я говорю Окей В итоге Он заказал Самое дорогое вино Очень много блюд Мы покушали Он даже не приставал Ко мне И потом Он меня отвёз До моего отеля У меня был Четырёхзвёздочный отель И он такой Смотрит Ты что здесь живёшь? Я говорю Да Почему ты здесь живёшь? Давай я тебе нормальный Пятизвёздочный сниму Я говорю Ну я не хочу Тебе быть должной Он такой Да тебе ничего не нужно Я тебе просто оплачу И всё Я сказала В следующий раз И теперь до сих пор Вот три этих корейцарат Они все пишут Говорят Я тебе отель сниму Всё хорошо Даже если с друзьями приедешь В этом плане Мне прям этот Нормальный Вот ещё один бонус Учить английский язык Да Если вы знаете английский Очень много дверей открывать Сразу Икс десять Там Возлюбленных Вариантов Да А знаешь В чём плюс Знать английский? Тебя воспринимают Не как куколку Которая просто красивая С которой можно переспать Тебя уже начинают знать Изнутри Какой ты человек Что ты любишь Чем ты занимаешься Что ты ценишь И вы об этом разговариваете И человек уже узнаёт Самого человека изнутри А не просто видит Внешнюю оболочку человека И тогда Ну Не знаю В моём случае Это всегда везло И даже в плохих ситуациях В которых я попадала Английский мне очень сильно помогал Топ Топ лайфхак Учите английский И кстати Девушки напишите В комментариях Были ли у вас свидания С иностранцами Как они проходили И какая национальность Вам больше всего Отозвалась Мы поговорили с тобой Про Такую романтическую Твою сферу отношений Как свидания А давай Перейдём в бизнес Насколько я знаю Что у тебя есть Онлайн школа То есть ты через блог Особо не продаёшь курсы Я думаю Это будет в скором времени Но ты зарабатываешь С онлайн школы Расскажи Как бизнесмен Как ты решил Открыть школу Какие были трудности Какие нужные данные Чтобы её открыть Я сейчас как раз Этим занимаюсь И это очень сложно Ну ты сейчас говоришь Про онлайн бизнес Или про школу Которая у тебя уже работает Школа Я начала его открывать Потому что Очень много заявок Пошло Я работала По 14 часов в день У меня вот каждый час Без перерыва Были созвоны Работа Сейчас ты работаешь Как преподаватель Да Только с випами С вип-клиентами Сколько у тебя стоит Твоя 250 долларов за занятие И кто к тебе приходит Да В основном Очень крупные бизнесмены И это их мотивирует Изучать Потому что Как правило Если это крупный бизнесмен И он платит Маленькую сумму Он не хочет заниматься Ой пропущу Ничего страшного Когда например Повыше И как раз таки Мотивирует ходить Вот Даже психологически Это очень сильно работает По преподаванию Я сначала преподавала По школе Я сначала преподавала 13-14 часов в день Я просто умирала Я была никакущая Потому что заявки Шли и шли и шли Я такая А куда их девать Я наняла одного учителя Обучила полностью Как я это все делаю Дала свою программу И начала уже давать учеников Дальше Полностью время заполнено Наняла второго И вот так постепенно Постепенно начала Сама я одна Не справляюсь Я наняла менеджера По продажам И так далее Но сейчас Я пытаюсь это делать Все грамотно И я начала уже Систематизировать Это такой геморрой Оказывается Бизнес Это Я специалист хороший А вот это вот Все делать Не очень сложно Дается А это нужно Систематизировать Настраивать Обучать Находить Делать Это вообще непросто Я не знаю Я до сих пор пока разбираюсь Ну какую бы ты рекомендацию Например дала Ребятам Которые тоже хотят Открыть Школу Например Раз, два, три По пункту Первое Это Делать контент И Рекламировать себя У себя же в блоге Не как специалиста По английскому Но как человека тоже Потому что Если есть доверие К самому человеку И симпатия Человек будет дальше идти И покупать что-то Второе Это изначально Систематизировать Настраивать все На автоматизацию Чтобы Окей Перешли сюда После этого Перешли туда Здесь прочитали Здесь узнали Здесь получили И пришли в покупке То есть воронка Продаж Настраивать У меня его до сих пор Я только-только Начинаю его настраивать Нормально Пункт три Постоянно быть на контроле Если пустить на самотек Не контролировать Тогда Очень много Придется Разгребать Нужно контролировать И четвертое Наверное Налоги Все налоги Платить Документы Проверять Патенты Оформлять Чтобы был Отдельный Финансовый аналитик Кто за этим всем следит Сложно, да? Я только Разбираюсь в этом Ну Это хорошо Приносит тебе денег Мне хватает Но я хочу больше Моя мечта Сделать Большую школу английского Какие шаги ты будешь делать Чтобы этого достичь? Пока систематизируем А дальше Я сейчас меньше Рилсов снимаю Видео Просто потому что Мне пока Не организовано Все Когда я уже более-менее Организую Сделаю Я буду прям развиваться Я знаю, что Если я полгода Нормально буду Снимать ролики Я могу Три миллиона Пять миллионов Подписчиков Сделать вот так Круто Смотри Ты сейчас Путешествуешь Хорошо зарабатываешь Живёшь на Бали Привязала сестру На Бали Планируешь Ещё куда-то поехать Ты живёшь Классной Счастливой жизнью Вот как ты думаешь Хотя ты вначале Сказала Что ты вообще Из деревни Из маленького Какого-то Населённого пункта Вот как ты считаешь Три таких Топовых Лайфхака Как сделать Вот такой рост Знаешь Развития Что называется В кавычках Выбиться в люди Условно говоря Это может быть Твой личный опыт Это может быть Какая-то книга Инсайт Ментор Какие-то действия Которые ты сделала Но вот какие Ключевые три фактора Они Вынесли тебя На новый уровень Можно так сказать Ну Я думаю Я всё это Начинала Не с Не экологичного Почему? Мой рост Он был В плане Немножко тяжёлым Потому что Блин Как сложно Об этом говорить Я Моя мама Из города Переехала в деревню Поэтому Нашу семью Не особо принимали Поэтому Меня Допустим Не принимали В деревне Со мной не играли Со мной не общались Я росла с мыслью Я вам всем докажу Я вам всем докажу И всё сделаю Я буду крутой Ну это ты считаешь Не экологично Ну да Ну это нормально То есть это думать О ком-то А не о себе Слушай, да нет На самом деле Вот эти все травмы Детские Я типа докажу Понятно Что Как бы их тоже Нужно прорабатывать Чтобы быть счастливой Но все успешные люди Они все Хотели кому-то доказать Маме, папе Там Одноклассницы И так далее Это Ну точка роста Ну возможно И плюс Я с детства Мечтала Побывать за границей Хотя бы в Турции Хотя бы на денёчек Вот Так как мы были Из бедной семьи Я не могла позволить себе Это вообще Для меня это была Какая-то нереальная мечта И учителя тоже Некоторые говорили Я помню Ты думаешь Ты крутая Ты думаешь Ты богатая Ты думаешь Ты поедешь куда-то Твоё место на колхозе Вот так мне говорили Обидно Слушай Это же круто Надо сказать им Спасибо большое Что вы мне так говорили Если бы вы мне так не говорили Я бы не была Такой Как сейчас Но из-за них Я не хотела быть учителем Я думала Вот Зачем они пошли Учить детей Если они Так с ними общаются Если они Детей ненавидят Как можно быть Таким учителем Вот я реально Их терпеть не могла Я такая Я никогда Не буду учителем Ты понимаешь Что это всё Было специально Сделано для твоего роста Понимаю Но всё равно Я это всё помню Я реально помню Как меня обижали учителя Очень сильно Почему ты думаешь Что они тебя обижали? Я была татарка В чувашской школе Я помню Как со мной общались Я помню Что и делали Тем более я ребёнок Я не могла ответить В отметку Я даже однажды В инстаграм У меня не было подписчиков Я просто в инстаграм Выложила видео Как учителя Иногда Общаются С детьми И я это выложила Очень много людей Посмотрело моё видео Все с моей школы Учителя посмотрели Это всё дошло До Министерства образования Позвонили директору Директор позвонил мне Короче Мне уговорили Удалить это видео Хотя видео Всего шло Ну Десять минут Что там было? Оно висело Всего два часа И Насколько я Рассказала всем Как Бывает В школе Как обижают И то что меня Наверное так обижали Мне дало силы Вот так вот сказать Что там было В этом видео? В этом видео Я всех учителей Кто некорректно Обращается с детьми И я сказала По имени Фамилии И отчеству Ну А ты себя засняла? Да Себя И выложила в инстаграм? Да Или вконтакте Я тогда выложила Я сказала всех по имени И что они конкретно делали И Как некорректно Обращались иногда Можешь хотя бы Один пример Рассказать Что значит Некорректно? Ну мы же без имен Хотя бы Самый деликатный Ну как при детях Они ругались матом Прям в классе При всех детях Учениках Они ругались матом Потому что Или доказать Что они крутые Или что я не знаю Бывало так Что на меня Могли наехать в классе Ну я немножко Бутарка в душе Я прям вставала И уходила Я такая Я вас тоже очень сильно люблю Брала свои вещи И уходила с класса То есть у тебя был Прям такой буллинг в школе Да Ну не знаю Возможно это я Со своей стороны Так воспринимала Но были моменты такие И Когда я закончила школу Я была суперски рада Я такая Никогда учителем не буду Никогда в эту сферу не пойду А Сейчас уже Все хорошо Как бы нормально Я некоторых учителей Обожаю Но двуличных Я до сих пор сторонюсь Как бы Вот И когда я До девятого класса Была вот такой вот Меня считали бунтаркой Просто потому что Ну камон Против шортки погладишь Я бунтарка И в десятом Одиннадцатом классе Я попала К другому учителю Она татарка И она Она сначала говорила Я боюсь ее Я не хочу Чтобы она у меня В классе была Она та еще бунтарка И дрочунья Она так говорила В итоге я прихожу В класс Сажусь на первую парту И я понимаю Что этот учитель Ко мне хорошо относится Она меня защищает И я строечницей Стала отличницей Я сидела на первой парте Я одевалась прекрасно Вела себя прекрасно Реально Училась постоянно Вот так Руку поднимала Вот так сидела Я стала отличницей И только благодаря Учителю Который хорошо Ко мне относился То есть по сути Задача учителя Расположить ученика И интересно Подавать материал Не только интересно Просто без предвзятости Относиться Просто нормально Относиться Меня никто не трогал Я никого не трогала Вот так вот Я тогда Уже Десятый Одиннадцатый класс Закончила На очень хорошей оценке Только математика У меня четверка была Из геометрии И Поступила уже в университет В университете я закончила Училась на преподавателя Английского и немецкого И закончила на красный диплом Вот Тоже отличница И Я улетела в Шанхай Работать в сферу науки В канадскую компанию Там всё на английском Наука и так далее Как ты туда Смогла пробиться? Честно Я туда не хотела Но Мне агент говорит Просто пройди Пожалуйста Что за агент? Как его найти? Я почему спрашиваю? Потому что Например Зрители тоже будут смотреть Кто-то знает английский И они тоже хотят Куда-то поехать Но я вообще хотела Куда-нибудь В другую страну И Я составила резюме И Есть агент Она моя знакомая На самом деле И Я ей дала Своё резюме И Откликнулась Шанхайская компания Канадская компания В Шанхае И говорит Пройди с ними интервью Сфера науки Я говорю Господи Я не хочу в Шанхай Она говорит Просто пройди На пофиг Я была на каком-то мероприятии Я просто отпросилась в туалет Вот так телефон включила И начала проходить собеседование И меня спрашивают У меня был хороший уже английский Потому что я хорошо говорила Произношение нормальное И они у меня спрашивали Как тебя зовут Что ты о себе думаешь Что о тебе думают твои друзья Как дела И всё И ты принята Вы приняты И у меня зарплата была От 250 до 300 тысяч рублей Круто А я из деревни Я нисколько не зарабатывала И тут сразу 300 тысяч рублей И я жила в центре города В классной квартире Просто шикарно Я работала Ну реально Я приходила на 8 часов работать Из них 4 часа Я гуляла по торговому центру Ходила в кино И 4 часа из них я работала Вот такой у меня был график И мне так понравилось Вообще был кайф И меня начальник любил Оказывается я ему сразу понравилась Он женат, всё хорошо Но как личность Я ему понравилась И он меня сразу принял А интервью у других людей Я потом увидела Вопросы были такие Из чего состоит чёрная дра? При какой температуре Замерзает углекислый газ? Что из этого получается? Ну это сухой лёд Расскажи мне про разные планеты Именно подробнее Из чего состоит Марс? Вот такие вот вопросы Из чего состоит белый свет? Как ты считаешь? Почему тебе вот так повезло Такой подарок судьбы? Английский Блин, у других, кто собеседовался Тоже шикарный английский Я имею в виду А я была одна русская Я была одна русская В целой компании канадской Там были немцы Там были канадцы Там были британцы Я была русская одна Ну может быть видишь Как ты прошла уроки Прошла буллинг И это карма? Может быть Я считаю, что я просто везучая На самом деле После этого Начался коронавирус У меня остались деньги в квартире У меня остались компьютер Брендовая одежда Которую я начала покупать И я вернулась Кстати, китайцы очень щедрые Я бы сказала Потому что даже на первом свидании Понтануться надо Вот так вот И у меня брендовая одежда Брендовые сумки были Я оставила там И уехала на две недели в Россию Я уезжаю в Россию И начинается локдаун Всё закрыли и всё А у меня деньги У меня большие деньги В квартире остались Я не могу вернуться И я пишу хозяевам Я говорю Заберите всё Отправьте, пожалуйста, мне мои деньги Они такие Какие деньги? Я так потеряла деньги Вещи, всё И у меня в кармане было 15 тысяч рублей Я с 15 тысячами рублями Переехала в Москву Сняла маленькую комнату на двоих С девочкой делить В квартире Где жила семья И много кошек Ремонта нет вообще Просто ноль Я там жила Устроилась на работу За 40 тысяч рублей Куда я ездила преподавать Я ехала туда Полтора часа в одну сторону Полтора часа в обратную сторону И работала я очень много Убитая была Ну, окей С девяти до шести Или с десяти до шести У меня было Я была убитая И зарплатой 300 тысяч И центра города в Шанхае Я начала просто Жить в Москве Работать за 40 тысяч рублей А как ты Когда закончился Вот открыли уже Так скажем Перелеты Ты не могла приехать Там В полицию Открыли в последнюю очередь Там уже все Ничего нет И какая китайская полиция Вообще Полиция в Азии Никогда не будет стоять За иностранца Они всегда будут стоять За своих Такое вот было Но я в Шанхае В любом случае люблю Это прям Мой город Я считаю У меня там друзья Я туда ездила Там безумно красиво Безумно интересно Как ты переживаешь Вот эти трудности Что дает тебе Не сломиться А идти дальше В депрессии Конечно переживаю У меня депрессия бывает Но я такая Ничего страшного Заработаем Все сделаем Но когда ты пытаешься Пытаешься И не получается Тогда депрессия огромная И подписчики у меня Начали появляться С огромной депрессией Вот как раз Когда у тебя была Вот эта работа За 40 тысяч рублей Маленькая комнатка Ты начала делать блог Не совсем Я ушла с той работы Потому что Я уставала Все Хватит Я тогда была Девочка завистливой Я всем завидовала И так получилось Что я такая Зачем завидовать Давай радоваться За других Кто-то красивый Кто-то богатый Классно же И как я начала Тренировать себя Я просто вижу На улице Феррари стоит Я могу подойти Сказать Спустите окно Я говорю Вы такой молодец Что смогли Заработать На такую машину И просто уходила И у меня так было Хорошо от этих комплиментов И я была на одной вечеринке И девочка одна Очень красивая Я говорю Ты с косметикой Она такая Бес Я говорю Ты такая красивая Она ко мне посаживает Слушай, как тебя зовут? Я говорю НЖ Я учитель английского Она такая Я хочу к тебе пойти И она оказалась Долларовым миллионером И она начала Своими советовать И таким образом У меня начали учиться Предприниматели После этого То есть лайфхак номер два Первый лайфхак Давай подведём То, что какие бы Сложные ситуации ни были Нужно как бы Собрать себя И доказать, что я могу А второй лайфхак Перестать завидовать Радоваться Это, кстати, помогает Давать комплименты Мы перестаём завидовать Мы начинаем радоваться За других И у нас такое окружение Интересное становится Потому что Они сами такие же люди А если мы хотим Таких людей вокруг себя Тогда мы сами должны Соответствовать Согласна Вот И после этого Я начала преподавать Бизнесменам У меня Касперский появился Разные предприниматели То есть клиент Касперский Из Касперского Там главный Один из директоров Финансовой безопасности И После этого У меня, кстати Ученик с того момента До сих пор занимается Уже три года Занимается со мной И после этого Я Начала на себя работать Я влюбилась Я влюбилась неудачно И у меня было Разбитое сердце И опять депрессия Мне было тяжело Я сидела на алкоголе Я не могла есть И после этого Я начала Энергии в другое русло Я думаю Буду делать видео Я поспорила с девочкой Что мы будем Каждый день Выставлять видео И я в течение месяца Выставляю А Видео идут Самое главное Началось Я еду в такси Мне нечего выставлять Иначе штраф Я снимаю Просто таксисту Говорю Вы знаете английский? Он такой Нет Я говорю Снимем видео? Он такой Ладно Какое? Я такая Какое видео мы снимем? Я просто из головы какую-то тему достаю Снимаю без подготовки За две минуты Редактирую за пять минут Выставляю И у меня начались просмотры Две с половиной миллиона Три миллиона И начинают люди смотреть и подписываться Я за месяц набрала сто тысяч подписчиков С нуля С нуля Без всякой рекламы Без всякой рекламы В депрессии Вот так вот И то, что я была в депрессии Я улетела в Таиланд В Таиланде у меня была депрессия У меня депрессия прошла только через полгода То есть третий лайфхак Это направлять энергию В какое-то позитивное русло Как ты Даже несмотря на то, что ты в депрессии Не на сопли, слюни Там Расходовать её А что-то делать Даже через не хочу Даже если не получается Я поняла, что этот человек Для меня был Как поворотным моментом То есть мне Специально, наверное Встретился этот человек Что я такая Займись уже своим делом И скорее всего Когда наступает депрессия Или расставание с кем-то Или сложная ситуация Это на самом деле Большой поворот В то русло Которое нужно Сто процентов Так что я рада Когда у меня случаются проблемы Да Это иногда кажется Что типа Блин, всё Рухнул весь мир На самом деле Без этого поворота У тебя нету Новые ступеньки Нового левела И почему я тебе вначале говорю Блин, поблагодари Круто Всё не просто так И даже зрителям хочу сказать Если сейчас у вас Какая-то жопа Откровенная Вам кажется Что там мир рухнул Нету денег Просто посмотрите Почему это вам дали И пробуйте Что-то новое После заката Всегда будет рассвет Всегда Да Я обещала зрителям Что у нас будут Какие-то полезные фразочки Чтобы знаешь После нашего подкаста Люди могли Прям поехать в путешествие И понтануться Классной фразой Вот я знаю Что есть такие фразы Которые мы учим В школе Но их не используют В разговорном В разговорной речи Приведу пример Например Там How do you do? Hello How are you? В жизни мы практически Так не говорим Мы говорим Hey, what's up? Hi, guys И так далее Вот есть ли какие-то фразочки Которые означают Одно и то же Но больше используются В разговорной речи Мы бы вывели Тоже плашку И вот разучили бы Со зрителями Ну, начало В принципе Везде одинаково Они сами так Начинают общаться Я могу дать Два лайфхака Давай Для знакомства Давай Во время нетворкинга Когда мы знакомимся С интересными людьми На нетворкинге На мероприятиях И другое Это вот познакомиться Где-нибудь Просто с каким-нибудь Парнем На нетворкинге Можно сделать так Подойти к человеку И чтобы вот интересно было Это я чисто Со своего опыта Я подхожу И спрашиваю What do you do for a living? Чем ты занимаешься? Ну, чем ты Кем ты работаешь? What do you do for a living? For a living For a living Что ты делаешь, чтобы жить? Ну, чем ты зарабатываешь на жизнь? Кем ты работаешь? И я не даю им это сказать Я говорю Wait Подожди Let me guess Дай Угадаю И тогда я смотрю на человека И начинаю говорить С кем он работает Возможно, ты Beauty master You work Like as a beauty master Maybe you are in IT То есть, может, ты в IT работаешь Может, ты Я даже делаю комплимент Может, ты стилист Ты красиво одеваешь Может, ты стилист И человеку, во-первых, приятно Во-вторых, ему интересно А что по мне можно сказать Кем я работаю И не сидит вот так вот Да, классно И так завязывает сообщение Именно на нетворкинге Это может быть с предпринимателями Это может быть с интересными личностями Знаменитостями Даже если мы знаем У нас три попытки угадать Если мы знакомимся просто Самый-самый популярный этот Это надевать какую-то футболку Или одежду с каким-нибудь принтом Группой музыкальной Потому что они сразу могут сказать А, повод познакомиться Это же Эрмштайн Это же Imagine Dragons Вот, ты любишь Imagine Dragons? Какие тебе песни нравятся? Или же второй момент Если этого всего нет Это... Я всегда спрашиваю Are you Spanish? Ты испанец? И они такие Нет, почему? И мы такие Where are you from? Откуда ты тогда? И они говорят I'm from Italy Или I'm from Germany И они в ответ спрашивают А ты откуда? И вот так завязывается Простой разговор Вроде и не флирт А вроде и знакомство Вот так вот То есть А ты случайно не немец? Нет, а что? Почему? А откуда ты? Вот такое вот дело Очень-очень работающий лайфхак Давай подведём итоги Топ-3 роста, да? Вот Какие ты можешь дать Зрителям рекомендации? Какие нужно действия делать Чтобы расти, развиваться Там Переходить эту депрессию Быть богатым, успешным Делать Даже если депрессия Даже если плохо Даже если не получается Нужно тупо делать Вот, например Сейчас соцсети очень хорошо идут Поэтому в соцсетях Какой-то контент Рилсы Вот это вот Начинать И делать это дисциплинированно Если это делать каждый день В один момент Можно просто миллион подписчиков Себе сделать Что дают тебе вот эти подписчики? Блог? Мне нравится Что Им нравится мой подход Мне нравится Что Им нравится Как я живу Что покажу Я делюсь радостью Им такие Блин, кайф И для меня Это как бальзам на душу У меня свой подход Своё видение К английскому Я думала Никому это не нравится И когда я начала выставлять И люди смотрят Люди от этого кайфуют Я такая Блин, меня понимают Вот такое ощущение Я не считаю себя знаменитостью Я не считаю себя блогером Но я просто делюсь То, что мне нравится В каких странах Ты, кстати, была И были какие-то Необычные Нестандартные поездки? Конечно Я была во многих странах Расскажи, где? Ну, Америка США Как тебе, кстати, США? Нормально Но не для того, чтобы жить Для того, чтобы путешествовать Идеально Жить Там настолько другой менталитет Там очень много оплаты Страховки Вот это всё Медицина И менталитет всё-таки Реально другой Я была в Китае В Японии В Корее В Индонезии В Камбодже В Египте В Турции Германия Австрия Чехия Ну, очень много Где тебе больше всего понравилось? Я думаю, больше всего Мне понравилось В Вашингтон, Ди Си В Америке Корея Я бы сказала Япония Но я воздержусь Почему? Но меня арестовали В Японии Что? Почему? Я попала в тюрьму В СИЗО В Японии Обалдеть Обалдеть Пару дней Дело было так Я такая Останусь-ка я в Японии На 17 дней Не на 15 Я думала У меня виза на месяц И на 17 день Я иду в магазин На такс-фри Мне говорят Что-то у вас не так Я такая смотрю У меня два дня Оверстэя Просрочки визы Я думаю Что делать? Ну конечно Я же такая умная Вместо того Чтобы позвонить В консульство Или поехать В эмиграционную полицию Что я делаю? Я иду в полицию Сдаваться Я прихожу в полицию С вопросом Что мне делать? Помогите Я завтра вылетаю Чтобы у меня Не было проблем И меня упаковывают В наручники Верёвка вокруг меня И приковывают К стулу И в допросную Допрос у меня Длился 11 часов У меня поднялась Очень сильная температура Я не могла нормально сидеть У меня глаза У меня слёзы шли Я вот просто сижу У меня слёзы Я вся горю Мне холодно После этого Приглашает сначала Переводчика Переводчик такой смешной Приходит И выглядит как казах И такой Салам алейкум Я такая Вы кто? Говорит Я у вас переводчик Вы татарка, да? Я говорю Да И он по-татарски Со мной начинает Разговаривать Я говорю Вы кто? Он говорит Я японец Я просто люблю Татарскую культуру Офигеть Да И он Так как я говорила По-английски Со следователем Я следователю Честно всё рассказала Я говорю Я переживаю И так далее Он расчувствовался Он Чуть ли не плакал От того Что я рассказываю И он такой Я буду делать всё Чтобы сделать Весь процесс Быстрее Чтобы тебя не сажали На 10 дней Чтобы это было быстрее Только из-за того Что я говорила По-английски Поэтому учить английский Это поможет Переводчик сидел Но я с ним по-русски Обычно не разрешено Лишний раз разговаривать Но так как Следователь Ко мне хорошо относился Я переговаривала С переводчиком Я говорю Зайдите ко мне В инстаграм И напишите мне сообщение Там сидит ещё Мой ассистент Она увидит В запросах И он находит меня Пока телефоны сданы Он выходит покушать И пишет моему ассистенту Пишет НЖ в полиции И фотография Скоро Этот В полицейской машине Всё У всех истерика У сестрёнки истерика У ассистента истерика Что делать А я пока сижу в допросе Потом меня ведут Блин Нервничаю Потом меня ведут На Досмотр Меня полностью раздевают Заставляют прыгать Меня полностью исследуют Мои ногти Пытались отковырять Шулак Потому что это опасно Но у них ничего не получилось Как бы они оставили И Мы сидим Ты просто догола Прям полностью разделась Да Там были две женщины Которые меня полностью проверяли Потом я села А что это за Сюр вообще Почему они так делают Правила такие В Японии так жёстко Жёстко За два дня просрочки Пипец Я в шоке была И вот Мы приезжаем Уже в СИЗО Меня садят Сидит мой переводчик И заходит начальник СИЗО Я сижу вот так вот Он такой Это что такое Убери Встань и кланяйся Старший пришёл Я вот так вот сажусь И говорит Локти убери Я сижу Я вся в слезах И я думаю Пипец И переводчик говорит Вот он мразь конечно Видно по нему Я такая Всё У меня в мыслях Сейчас меня Будут бить Может насиловать Вот это всё У меня опять слёзы И я просто вскакиваю Я говорю Слушайте Я говорю Впервые в жизни В полицейском участке И вообще в СИЗО Я никогда не была Вы сначала Вместо того Чтобы меня бить И трогать Объясните Что мне делать Как быть правило Объясните мне И переводчик Быстренько переводит И такой начальник А за что она здесь И она рассказывает Два дня просрочки Совершенно случайно получилось Она реально по незнанию У неё завтра билет куплен И он смягчается И начинает со мной Нормально разговаривать И потом говорит Моему переводчику Типа такая искренне Добрая девочка Я не знаю Как она сюда попала Меня сажать Благодаря этому Так как он ко мне Хорошо потом отнёсся Меня сажают В одиночную камеру Там так В 6.30 До 6.30 Там два одеяла Чтобы лежать на полу И укрываться В 6.30 Ровно забирает это всё И остаётся только пол И стены Причём Если До этого В туалет шли Со мной в наручниках Тут уже я без наручников Нормально Есть там туалет Но просто пол И стены Я лежала вот так на полу Мёрзла И плакала На завтрак У меня был хлеб И какой-то японский чай Безвкусный На обед рис Вот И сколько ты там присидела? Полтора дня Но там каждый час Так как там нечего делать Книжки не выдают Тетради, ручки Ничего Так как вот так Даже час проходил Как целая вечность Я вызвала адвоката Через заявление Адвокат ничего не знает Сколько я здесь буду сидеть Не знает Никто ничего не знает Когда выпустят Не знает А это уже скоро Новый год Я не знаю Я не знаю Я не знаю До сколько затянется И моё имя было Дженуне 10-3 или 10-2 И моя подпись Была 2-3-4 Я везде подпись Ставила 2-3-4 И после этого В один момент Что оказывается Там следователь стоит Серьёзный такой В костюме Я такая думаю Наверное всё в порядке будет Я захожу Мне дают мою одежду Говорят Иди переодевайся Я с этой полоской Иду переодеваться А у меня сексуальный комбинезон У меня серебристый Яркий пиджак И я выхожу И все такие О, как ты изменилась Но я вся такая измученная У меня всё Все в слезах Волосы грязные Ужас И они говорят Всё нормально Тебя не должны были арестовывать Тебе просто нужно заплатить 3000 рублей штраф Твой самолет улетел Я говорю Конечно улетел Говорят Ты просто Если хочешь на неделю дольше остаться Мы тебе продление просто сделаем Ты оставайся Я говорю Нет Нет, спасибо Я хочу сегодня улететь Я покупаю прям на месте билет Я говорю Всё Мне на всё пофиг Просто отпустите меня Они меня просто отпускают Я еду в отель Собирать свои вещи И улетаю Друзья Это просто сценарий Какого-то фильма Никогда не делайте себе оверстей Всё должно быть по закону Особенно если вы за границей Где не знаете правил На самом деле За оверстей Везде просто штраф Или просто отпускают Или просто отпускают В Турции вообще пофиг Вот так вот Езжайте Но вот если на Бали Я знаю Там какой-то нормальный штраф За каждый день Но ты просто На таможенном контроле Плачешь Бабки И всё проходишь дальше Ну вот И совет Обращайтесь в консульство сразу А не в полицию Да В консульстве Это всё-таки Наши Да Уже Граждане Они нас поддержат Да Не знают Что делать Фух Это был самый Наверное Жёсткий момент Ну и в США Я попадала В ураган Очень сильный Самый крупный В истории США Потом я попадала Ой в Америке Там на самом деле Не так безопасно Как кажется Куда Я в штормы В тайфуны Попадала в Азии Так что Ну это прикольно На самом деле А что есть самое позитивное В твоих путешествиях Нет вообще Мои путешествия Классные Не ну понятно Ну вот самая-самая яркая Там позитивный момент Который ты можешь вспомнить Самый офигенный Может познакомилась с кем-то Может быть там Просто Была поражена красотой Вот что тебе больше запомнилось Еда в Корее Она такая вкусная Всё Корея твоя любовь Мне кажется Ну там очень вкусная еда Мне очень нравится Горы в Китае Там безумно красиво Вот многие не дать сами Вот Китай Но путешествовать по Китаю По горам По маленьким деревням Это так волшебно Это так красиво Это очень круто Что ещё такое интересно Сколько тебе лет? Двадцать У тебя какое, кстати Какое отношение к замужеству? Более такое европейское Западное Что там Тридцать пять Сорок только создавать семью Или больше на Такой российский манер Что там до тридцати Желательно выйти замуж Родить ребёнка Как ты планируешь? Родители диктуют Выйти замуж Уже Вчера И они прям звонят И каждый раз Об этом говорят Что ты нашла там Судьба мужа? Да где уже? Где уже? Тебе уже двадцать шесть А я так Найдётся кто-то? Будет кто-то? Классно Нет, так полечу куда-нибудь В Африку Вот так вот У меня такие мысли Ну естественно Хочется тоже отношений Но Я не парюсь Будет-будет Нет, так нет А какого бы ты хотела Мужа? Какой бы он Национальности Должен быть? Ну или Какими качествами Обладать? Родители диктуют Татарин Да Но мне всё равно Ну кто понравится Кто будет по душе А родители примут Мужа другой национальности Или будут какие-то тёрки? Я не знаю Мне кажется Они вздохнут с обличением Что я выхожу замуж наконец-то Но я не уверена Не знаю Не заговаривала об этом Не знаю Мне кажется Они Не очень сильно одобрят Но так как они меня любят Они примут Ну и так у тебя достаточно поведения Не такой, да Традиционной татарской девушки Ты путешествуешь Там живёшь одна Там Более современный Европизированный Ну Мне запрещать бесполезно Если Чем больше мне запрещать Тем больше я хочу Вот Про европизированный Ну не знаю Путешествовать это классно Когда мы умрём Что мы унесём с собой Деньги, квартиры То, что мы сидим дома И всё Мы увезём Унесём с собой впечатление и эмоции И мир настолько большой Это всё нужно изучить Посмотреть Оно такое разное И я думаю Я ради этого живу Я ради этого деньги зарабатываю Если у меня этого не будет Я и зарабатывать не буду Вот и всё На такой ноте Я думаю Можем закончить Друзья Путешествуйте Копите себе эмоции Познавайте этот мир И обязательно подписывайтесь на канал У нас каждый Каждый Просто подкаст Топовые блогеры Которые дарят подарки Делятся своими историями Советами Лайфхаками И не забывайте Комментировать это видео Потому что вы Получаете целый Один месяц Обучения В школе Энжи Спасибо большое За подкаст Это было Круто Всем пока Бай-бай Петрова Красиво И сурово Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин